За опытом в Кострому наш регион одним из первых в России предложил выделять бесплатные участки под строительство домов для жилищных кооперативов. Сейчас их четыре. Совсем скоро на Василия справят работники образования. Для них возводится дом на улице Китицинской. Сегодня на стройке побывала делегация из Омска. Там подобные кооперативы только начали организовывать. Все подробности у Светланы Спирковой. Как построить за один год кирпичный многоквартирный дом, стоимость квадратного метра в котором на треть дешевле, чем рыночная? Омичам подсказали в Федеральном фонде содействия развитию жилищного строительства. Им порекомендовали съездить в Кострому. Мы только в самом начале пути. У нас созданы сегодня четыре жилищно-строительных кооператива. Они только оформляют землю. Поэтому все проблемы связаны с взаимоотношениями с подрядчиком, с получением технических условий, со строительством инженерной инфраструктуры, с транспортной сетью. Вот эти все проблемы, они только перед нами стоят. Омск город-миллионник. У нас более миллиона жителей. Поэтому цена квадратного метра больше, чем в Костроме. Средняя цена 40 тысяч квадратных метров. Уговорить строительные компании на подряды ЖСК, главным условием которых будет фиксированная стоимость квадратного метра, непросто, говорят гости. Строительный рынок в Омской области самодостаточен, однако бюджетникам покупка квартир в новостройках не по карману. Как выстроить отношения между заказчиком, подрядчиком и различными органами власти, эти вопросы в первую очередь интересовали омскую делегацию. Интересует реализация самого проекта, поскольку с момента начала строительства до момента ввода объекта в эксплуатацию. Пошаговая исполнительная документация, техническая документация, отношения между жилищно-строительным кооперативом и застройщиками, заключение договоров ПАЯ, заключение договоров на строительный контроль, договоров на строительные работы. В декабре 2017 года в Костромскую область перенимается опыт. Приезжали Ярославская, Ивановская, Вологодская область. Сейчас мы встречаем Омскую область. До конца июня подрядчик должен сдать дом на Китицинской в эксплуатацию. Новоселье здесь справят 58 семей учителей. Все были уже в своих квартирах. Где-то уже сделано так, как здесь. У кого-то еще идет только шпаклевка, отделка. По срокам обещают выполнить все так, как есть. Самое главное, что не изменилась цена. 27 750, как изначально было прописано в наших договорах, так эта цена и осталась на конец строительства, и она не изменится. По результатам визита представители Омской области заключили с администрацией Костромы соглашение о сотрудничестве в области жилищного строительства. Светлана Спиркова, Владимир Пескунов, телекомпания «Русь». Светлана Спиркова, Владимир Пескунов, телекомпания «В במ�